Здравствуйте! Получение визы на обучение в Австралии, то есть австралийская студенческая виза. И особенно, на чем бы хотел акцентировать внимание, это виза на получение высшего образования в Австралии, что наиболее популярно сейчас и последние 10 лет в России. Это процесс, который достаточно осложнен в последнее время. Небольшой секрет, что те условия, которые были год-два тому назад для получения студенческих виз, сейчас достаточно осложнены. Но это не значит, что человек не может получить эту визу. Небольшие тонкости, которые существуют для получения визы 574, которой практически мы не занимаемся. Это для исследовательской деятельности того или иного плана. Но вот эта вот информация о том, как подаваться на эту визу, она дает нам большую подсказку, как нам подаваться на визу 573. Безусловно, не все нам подходит, не на все мы можем и обязаны давать ответы, но вот случайно попавшая и, в общем-то, случайно попавшая не только мне в руки, но и одному из наших студентов анкета, она наводит нас на интересные размышления о том, как подходят к оценке вашего заявления работники департамента иммиграции. Работники департамента иммиграции желали бы видеть, когда вы подаетесь на студенческую визу, особенно на студенческую визу в области высшего образования, то есть под класс 573 и, безусловно, 574, для кого эти вопросы в основном и поставлены. Следующее. В какой области собираетесь вы получать знания, название курса учебного заведения, включая адрес, номер телефона, электронной почты и список предметов, а также какие темы и для чего особенно они будут изучаться и их применение по вашему возвращению домой. Вы знаете, я могу сказать, что как минимум с десяток отказов мы получили, потому что люди не могли ответить на этот достаточно простой и, в общем-то, на мой взгляд, категорически обязательный вопрос или, скажем так, вопросы. Если вы едете учить высшее образование или едете, скажем так, учиться в учебное заведение, получать тот же самый бакалавриат бизнеса и бухгалтерии, менеджмента, информационных систем, магистратуру, допустим, профессиональные бухгалтерии, информационных систем, информационных технологий, я лично тоже ожидал бы от вас, чтобы вы сказали, где вы будете учиться, в общем-то, какие предметы, какой курс, когда вы начинаете, где это учебное заведение находится, кто вам рекомендовал это учебное заведение, какие преимущества вы видите у этого учебного заведения перед другими аналогичными. И в то же время вы должны дать эти аналогичные учебные заведения, дать пример и не только в Австралии, может быть, и в других странах. И, поверьте мне, это не так сложно, это не так катастрофично, это вполне возможно сделать, и вы обязаны, в конце концов, это сделать. В условиях ужесточения спроса с вас, в общем-то, идет и ужесточение спроса с миграционных офицеров, которые рассматривают ваше заявление, поэтому, пожалуйста, войдите в их положение, и помогите им дать возможность дать вам визу. Опять-таки, главная истина, которую, в общем-то, негласно или даже гласно проповедуют работники департамента иммиграции, потому что они обязаны это делать, с них это тоже требует, прямо так, чтобы вы озвучивали, это то, что вы после окончания курса едете обратно домой, то есть вы не говорите об иммиграции в Австралию. Понимаете, есть определенные правила, и по этим правилам надо работать. А соответственно, пожалуйста, вы должны объяснить офицеру, каким образом этот курс сообразуется с тем, что вы учили до этого, и с тем, где вы до этого работали, и с тем, чем вы будете заниматься в будущем. Вопрос, когда собираетесь закончить курс, вы должны знать вообще, когда у вас курс заканчивается. Это было бы глупо и, в общем-то, совершенно непрофессионально мчать и не иметь возможности на это ответить. Более того, вы можете порассуждать, вы можете сказать, что официально у меня курс заканчивается вот тогда-то, тогда-то, ну, в общем-то, я могу его и закончить на год раньше, все зависит от того, как пойдет учеба, и это будет совершенно правильно, и это покажет ваше знание, ваше понимание, то, что вы дружите с головой. Вообще, честно говоря, визу надо давать людям, которые в действительности имеют царя в голове. И более того, знаю, что в подавляющем большинстве случаев люди, которые в действительности понимали, зачем едут, и могли это объяснить убедительно с подкрепляющими документами офицеру департамента миграции, эти люди отказа не получали. Я понимаю, что иногда давались отказы без собеседования, но тогда все это надо было излагать на бумаге в мотивационном письме. И конкретно, и с доказательствами. Какие научные прикладные работы, статьи, по какой тематике уже публиковали, где, когда название, с кем из партнеров? А, кстати, опять-таки, ребята, я вас призывал. Вы люди, ну, грубо говоря, не каменщики, не сварщики, не уборщики мусора. Вы элита общества, вы интеллигенция, которой едете получать далеко не бедную страну, одно из лучших образований в мире. Пожалуйста, подготовьтесь, пожалуйста, подкажите, что вы в действительности достойны этой страны, что вы в действительности проводили научную работу. Я уже выслал вам порядка 30 тысяч академических статей, которые действительно учебников, которые в действительности охватывают практически все отрасли знаний уж точно охватывают. И менеджмент с администрированием бухгалтерии, и бизнесом, и так далее, и так далее. И полностью информационных технологий, я уже не знаю, что вам посылать. А также психология, а также медицина, а также многое-многое-многое что другое. Пожалуйста, неужели вам сложно начать заниматься академической работой? Неужели вам сложно и так трудно писать академические статьи? Спасибо Виктории, одна из наших потенциальных студенток, которая занимается научной деятельностью. Она показала, что вполне приличные, по крайней мере по российским меркам, статьи исследовательские можно писать за один день. Я рад помогать этому человеку, я буду это делать и опять, и опять, и снова. Я буду проводить часы и часы времени, давая человеку материал, чтобы человек показал в действительности, что и может собственных нефтонов, земля российская рожать или что-то типа этого, да? Что на Фламоносове написал. Поэтому я очень бы призывал вам, вам нужно получить одну единственную визу. Это мне надо, чтобы вы получали сотни. Но вам лично нужна одна единственная виза. Неужели это сложно подготовить? Неужели сложно как-то показать свою научную деятельность? Понимаете, как говорил, насколько я понимаю, Станиславский, да? Либо верю, либо не верю. То же самое и работник посольства. Но не верит он вам, когда вы говорите, что вам надо то-то, 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 но вы ничего не сделали до, то опять-таки, кто же вам поверит, что вы что-то сделаете после? Поэтому постарайтесь это сделать. По крайней мере, вот слушайте, что вам сказано. Вот это сказано вообще департаментом иммиграции, как совет студентам, которые собираются брать этот курс. С кем из партнеров компании в этой области, в той области, в которой вы работаете, собираетесь изучать здесь и так далее, Вы уже работаете, собираетесь работать после окончания заведения? Их контакты, какие семинары, конференции вы уже посещали, когда и по какой тематике? Каким образом этот курс поможет вам в будущем в вашей трудовой или научной деятельности? Я не думаю, что это так сложно, я не думаю, что вы не способны собрать определенный подтверждающий материал, назвать конкретных людей, довязать с этими людьми отношения, дать человеку, офицеру контакты, и тогда все у вас будет хорошо. А если у вас будет все хорошо, хорошо будет все и у нас. Спасибо. 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 Спасибо.